Здравствуйте, дорогие друзья! Наша молитва продолжается в этой же теме, 9-го псалма, и смысл пока тот же, потому что то, что мы читаем дальше, говорит сердце своим, не поколеблюсь в рот и рот, не приключится мне зла. Самоуверенность, самодостаточность, понимание того, что нет наказания и не придет воздаяние. Пусть Господь придет сейчас то, что является твоим замыслом. Это наша молитва к тебе, чтобы ты разобрался со всяким нечестием и со всем тем, что несет в себе так много надменя над другими и говорит в своем сердце, не поколеблюсь в рот и рот, не приключится мне зла. Кажется, что всегда так будет, но на самом деле ты останавливаешь рода нечестивых, а род правых благословляешь. Поэтому ты ведаешь, каким образом ты низвергаешь все, что является противящимся тебе. Ибо ты сказал, если кто пойдет против меня, войной войну пойду и выжгу его со всем. Но если захочет и примириться со мной, тогда пусть примирится. Поэтому, Господи, кому есть возможность примириться, дай воспользоваться этой возможностью. Дай понять, что идти против тебя это безумие, потому что Творец неба и земли, который сотворил не просто человека, а весь этот мир, в котором мы живем. И стоит тебе убрать некоторый баланс в воздухе, в экологической обстановке, в земле, и все сгорит, все потрясется. И поэтому я прошу тебя, Боже, приди, приди в сознание людей прозрением, потому что мы стоим на границе вот этой пагубы всего человечества. Но ведь у тебя все рычаги власти и могущества. И поэтому мы просим о милости для жителей земли, которые сегодня живут в невежестве и не знают, что надо бежать в объятия неба. Открывай глаза, и пусть Россия, она встанет на колени перед тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. Молимся дальше. До завтра.